Здоровье – наша главная копилка. Что положим мы в неё, на то и будем жить всю жизнь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами программа «Будьте здоровы», которую для вас проведут доктор Каравай и Александр Кадрошитов. Первые признаки старения начинают появляться уже с 25 лет. А порой мы сами приближаем почтенный возраст. Абсолютно того не замечаем. Нервничаем, едим нездоровую пищу. И не только. По словам косметологов, навредить коже могут даже привычки. Например, редкая замена полотенца. Для лица оно должно быть отдельное. Важно менять его как можно чаще, хотя бы раз в два дня. А лучше вообще использовать одноразовые бумажные полотенца. Прекрасные дамы, берите на заметку эти советы. И не забывайте о профессиональной помощи. Посещайте врача-косметолога. Одна из главных причин старения нашей кожи – это недостаток кислорода. Представьте, что с возрастом ей становится лень дышать. Из-за этого сокращается выработка главных строительных материалов – коллагена и эластина. В результате кожа теряет упругость, появляются морщины, пигментация, замедляется обмен веществ. Растормошить все эти процессы помогает карбокситерапия. Карбокситерапия называют метод введения под кожу медицинского углекислого газа с помощью инъекций. В косметологии и дерматологии она помогает бороться с различными состояниями. Это склонность к отёкам, то есть формирование возрастных изменений по типу деформационно-отёчных изменений. Это дряблость, вялость кожи, наличие усиленного сосудистого рисунка. Угревая болезнь является показанием для проведения этой процедуры. Также изменения со стороны волосистой части головы в виде поредения волос, аллопеции, в виде сиборийного дерматита. Прежде чем приступить к процедуре, врач-косметолог подготавливает кожу лица. Затем в программе устанавливает необходимую дозировку углекислого газа. Она рассчитывается индивидуально в зависимости от показаний. СО2 поступает в аппарат из баллона, где нагревается до заданной врачом температуры. Затем он вводится небольшими порциями в проблемные зоны. При попадании углекислого газа в зону введения, локально возникает изменение в виде снижения концентрации кислорода, то есть резкой гипоксии. Это вызывает физиологический ответ со стороны тканей. То есть расширяются сосуды и усиливается кровоток в месте введения. Тем самым ткани восполняют дефицит кислорода и усиливают кровообращение и обмен веществ в этой зоне. В зависимости от проблемы беспокоящей пациента врач-косметолог может вводить СО2 в разные зоны. Если у него псориаз, экзема, углекислый газ вводятся в местах высыпания. Если касается, например, цели такой, как омоложение, улучшение внешнего вида и качества кожи, мы используем так называемую карбуксикапилляротерапию, которая заключается в последовательной обработке сначала зоны, воротниковой зоны. Для того, чтобы усилить кровоток и лимфооток в области лица и волосистой части головы, и затем мы переходим к обработке лица непосредственно. Карбукситерапия ускоряет процессы синтеза коллагена, воздействует на жировую ткань, вследствие чего улучшается эластичность кожи, разглаживаются морщины, уменьшаются отложения жира. Я обратилась к этой процедуре со своей личной проблемой дрябости кожи в зоне шеи, выраженные морщины, сосудистые звёздочки, ну и общий усталый вид. Хотелось бы немножко улучшить цвет лица. Карбукситерапию применяют не только врачи-косметологи. В комплексное лечение её включают и неврологи. Она показана, это процедура в плане неврологических заболеваний. Но это мышечные боли, основные мышечные боли, которые при остеохондрозах, при лимбагах, при грызах дисков. Процедуру пациенты переносят легко. Благодаря тому, что перед подачей углекислый газ нагревается, болезни на ощущение минимальны. Кроме того, СО2 физиологичен, присутствует в каждой клетке организма человека, поэтому он не вызывает аллергических реакций, нетоксичен и действует только в зоне введения. Благодаря карбукситерапии у пациентов, страдающих неврологическими заболеваниями, уменьшаются боли, улучшается питание поражённых тканей, происходит их восстановление. Результаты можно почувствовать уже после первой процедуры. В 27 лет у меня протрузии в грудном и шейном отделе позвоночника. Часто беспокоили боль, дискомфорт в спине, особенно в шейной, воротниковой такой вот зоне. А вот постоянно мышцы находились в таком, ну, сильном таком напряжении. Сегодня я прошла уже третий сеанс. Чувствую у себя такую лёгкость в спине и шее. Она стала более, ну, я стала более такая энергичная. Мне хочется двигаться, в общем, радоваться жизни. Для достижения лечебного эффекта врач-невролог назначает своим пациентам в среднем от 4 до 8 процедур. При желании карбукситерапию можно будет повторить через полгода. В 1913 году учёные из Висконсинского и Ельского университетов пришли к выводу, что в курином желтке, печени, треске и сливочном масле есть какие-то вещества, спасающие мышей от смерти. В течение 60 дней крызуну питались только жиром, казеином и лактозой. Если они не получали спасительного прикорма, мыши умирали. Вся загадка крылась в витамине А. Он способствует улучшению зрения, помогает сохранить здоровье кожи, является важным веществом для формирования иммунитета. Между прочим, Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять этот витамин в лечении кори. Да, но всё-таки детскую болезнь лучше предупредить. Тем более специфической терапии от неё нет. Почему это заболевание так опасно и как защититься от кори? Об этом и не только расскажет заведующая эпидемиологическим отделом врач-эпидемиолог БСМП Ходокова Марина Анатольевна. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Взаимно. В Сатарстане выявлено 6 случаев кори. Марина Анатольевна, какая ситуация сейчас в Набережных Челнах? В Набережных Челнах есть один случай, который является подозрительным на кори. Для того, чтобы окончательно выставить диагноз кори, необходимы лабораторные исследования. Когда они будут готовы, тогда можно будет с уверенностью сказать, что это кори. Но учитывая клинику, учитывая анамнез данного ребёнка, можно с большой долей уверенности предположить, что это кори. Это ребёнок? Это ребёнок, который не привитый. Корь – это инфекционное заболевание. Какой вирус вызывает болезнь и что он собой представляет? Вызывается вирусом из семейства парамиксовирусов. Это вирус, который вызывает заболевания только у человека. Корей болеют только люди. Этот вирус поражает слизистые. Он развивается в слизистых тканях. И достаточно неустойчив в окружающей среде, но очень интенсивно передаётся от человека к человеку. У нас есть такой термин, как контагиозность. То есть он очень контагиозный. Корь – детская болезнь. Чем она опасна для взрослых? Это достаточно относительный такой термин, что детская болезнь. То есть в то время, когда не было прививок, данными заболеваниями переболевали в основном дети. И ко взрослому уже, скажем так, возрасту люди имели иммунитет. В настоящее время, даже и раньше, кори могут заболеть как дети, так и взрослые люди. Поэтому это заболевание актуально для всех возрастов. У взрослых достаточно чаще развиваются осложнения. Они могут встречаться у детей. У кори много различных осложнений. То есть часто развивается пневмония. Могут быть осложнения в виде конъюнктивита, в виде отита. И самое грозное осложнение у кори – это коревой паненцефалит, когда поражаются клетки головного мозга. Это заболевание с очень, ну скажем так, непростым, с очень тяжелым течением. И нередко оно завершается летальным случаем. Марина Анатольевна, правда, что вирус кори может передаваться даже по вентиляционным трубам в помещениях? Кори, как я уже раньше сказала, обладает очень высокой контагиозностью. И в данном случае, вот если заболевает в многоквартирном доме в подъезде ребенок, то случай заболевания может регистрироваться. То есть ребенок, например, заболел на третьем этаже, на девятом, на двенадцатом может заболеть ребенок. Как передается он или по вентиляционной, или был мимолетный контакт в лифте, на лестничной площадке. То есть тут трудно установить, но если вот в таком многоквартирном доме есть случай, то однозначно контактными считаются все жители данного подъезда. И даже дома, потому что жители этого дома могут посещать одновременно с заболевшим, близ расположенный магазин, аптеку, встречаться на улице. Поэтому при регистрации кори круг тех лиц, кто контактировал, кто подвергся риску заражения, достаточно большой. Как можно еще заразиться? Корь преимущественно воздушно-капельным путем передается. То есть это при разговоре, при нахождении в одном помещении, именно так, как корь передается. При коре больные часто жалуются на кашель, насморк, на теле появляются высыпания. Как не спутать эту болезнь с ОРВИ и с аллергией? Для человека, который не сталкивался с корью, вернее, скажем так, для человека, который не имеет медицинского образования, дифференциальную диагностику, то есть отличить одно заболевание от другого, достаточно сложно. Поэтому в любом случае нужно обратиться к врачу. И учитывая, что корь может развиться в том числе и у привитого человека, но она протекает в очень легкой, такой стертой форме, так называемая, есть в медицине термин «митигированная», то есть стертая корь. То есть там будет минимально симптомов проявляться. Поэтому доказательствами именно случаев кори всегда будет исследование крови на антитела. И обязательно нужно, чтобы посмотрел врач, то есть человек, который имеет опыт и знания именно в медицине. Назовите, пожалуйста, основные симптомы кори. Корь начинается не с сыпи. До сыпи у человека где-то около 3-4 дней бывает так называемый парадраммальный период. То есть те симптомы, они вообще, скажем таки, не специфические. То есть это повышение температуры, насморок, какой-то дискомфорт, першение в горле. То есть вот эти первые симптомы еще до сыпи. Потом появляется сыпь, которая высыпает поэтапно. Характерно также для кори то, что проявляется конъюнктивит. Такой вот слезящийся, достаточно-таки покрасневшие глаза у заболевшего. И корь высыпает поэтапно. Потом, после того, как она исчезает, достаточно определенное время сохраняется пигментация. Поэтапно. Что значит поэтапно? Сначала она появляется на лице, потом на теле, потом до конечностей. На каких стадиях человек наиболее заразен? Человек заразен 4 дня до высыпания сыпи и 4 дня после высыпания сыпи. Поэтому можно контактировать с больным, общаться достаточно тесно. Думаю, что сам человек думает, ну просто вот мед чуть-чуть лихорадит, может где-то продуло. Окружающие тоже могут об этом не подозревать. Но человек уже выделяет вирус и может заражать тех, с кем общается. Марина Анатольевна, можно ли заболеть корью дважды? Это очень редкий случай, но зарегистрированы случаи, когда человек заболевал корью дважды. Какая вакцина сегодня применяется против кори и когда положено делать прививку? Против кори прививку делают в детском возрасте, в 1 год и в 6 лет. Но в нашем календаре прививок предусмотрено, что вакцинируется от кори двукратно все население до 35 лет. Если человек не болел, не имеет данных о прививках или привит однократно, тогда ему делают вторую прививку. Если не было сведений и нет достоверных сведений о том, что он болел, он подлежит вакцинации двукратно. И есть категории людей, которые должны получить данную вакцину до 55 лет. Это медицинские работники, работники торговли, транспорта, образовательных учреждений. Они должны до 55 лет, если им не исполнилось, у них должны быть сведения о проведенной двукратной вакцинации. Применяется живая коревая вакцина, делается первая прививка и через 3 месяца делается вторая прививка. Через какое время вырабатывается иммунитет? Вообще иммунитет начинает вырабатываться буквально сразу на первых часах постановки прививок. Но достаточного уровня он достигает, считается, что через 3 недели он уже на хорошем таком вот уровне, который обеспечит защиту. Если у меня нет прививки, а я пообщалась с больным человеком, как можно себя обезопасить? Когда выявляется больной корью, то сотрудники Роспотребнадзора, медицинские работники определяют круг общавшихся с ним. Лиц, которые подверглись риску заражения, которые могут быть заражены. И эти лица в течение 3 дней прививаются от кори. Опять же, если у них нет сведений от прививок, если они не привиты, или, например, им уже больше 35 или больше 55 лет, соответственно, из разных групп населения, то есть они не подлежали, и поэтому у них нет прививок, они прививаются в трехдневный срок. Но учитывая, что контактных может быть очень много, именно при коре этот срок может удлиняться до 7 дней. Куда необходимо обращаться, чтобы сделать прививку от кори? Бесплатно это или нет? Прививки по календарю делаются в поликлиниках, по месту прикрепления населения, они делаются бесплатно. Но именно в рамках прививок, в рамках календаря прививок. Марина Анатольевна, спасибо за то, что вы пришли к нам, нашли время. Интересно было вас послушать. По нашей доброй традиции, что бы вы пожелали нашим телезрителям? Уважаемые телезрители, будьте здоровы и обязательно прививайтесь от корей и от других инфекций. Мы всегда надеемся, что ничего страшного в нашей жизни не произойдет. Но что делать, если у бабушки, дедушки или пожилых родителей случился приступ стенокардии? Конечно же, вызвать скорую помощь, а пока она едет, оказать первую помощь домашними средствами. Я даже знаю, какими. Например, если отсутствует нитроглицерин или приступ случился в первый раз, можно использовать горчичники. Их необходимо смочить в теплой воде и приложить в область сердца. Горчица раздражает, тем самым помогает расширить сосуды главного мотора. Правильно, Лиза. Экзамен по оказанию первой помощи вы сдали на отлично. Спасибо. Но мне еще учиться и учиться. А вот первая группа просветительского проекта «На пульсе» уже прослушала весь курс. Какие успехи челнинцы продемонстрировали на зачете, узнаем в нашем сюжете. Как будто бы мне сюда обруч натянули и его сильно-сильно сдавили. Такую тяжелую боль в области затылка испытывают люди с гипертоническим кризом. И если вовремя не оказать первую помощь, это состояние может привести к инсульту. На последнем занятии преподаватель Наталья Шамин рассказала слушателям, как распознать это неотложное состояние. 30 минут теории, а после проверка знаний и навыков на зачете. Так, смотрим внимательно. Слушателям давались различные задания в виде видеозадач, ребусов и каких-то ситуаций. Они должны были определить неотложное состояние и оказать первую помощь с использованием оборудования, которое может быть в домашних условиях. На зачете мне досталось такое задание. У пострадавшего в дыхательных путях оказалось инородное тело. Для того, чтобы его извечь, человека необходимо подхватить под грудь, наклонить вперед и сделать между лопатками 5-6 ударов ладони. Всего первая пилотная группа слушателей прослушала 6 занятий. Навыками с ними делились преподаватели медицинского колледжа. Вместе с учениками они изучили наиболее частые неотложные состояния. Среди них оказание помощи при кровотечениях, переохлаждении, укусах, травмах. Обучение мне очень понравилось, особенно то, что мы на каждом занятии, помимо теории, и эта теория была на простом языке, мы сразу все отрабатывали на практике. На фантомах, потом на своих же сокурсниках. Во время переломов, как правильно шины ставить, гиб, когда даже во время перелома руки, например, как правильно повязки завязать. Мы изучали, проходили, и получается, если попадется такая ситуация, то можно оказать первую помощь людям. По словам организаторов, курсы оказались очень востребованными среди челнинцев. На прошлой неделе занятия по оказанию первой помощи запустили еще в двух группах. Одна из них работает по средам в 11-й школе, другая по четвергам в 12-й школе, и там обучаются по 18-20 человек в каждой группе. Занятия по оказанию первой помощи возобновят в октябре. Сейчас ведется прием заявок. Всю информацию можно уточнить в медицинском колледже. Дорогие телезрители, пусть в вашей жизни всегда будет момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты. Успехов вам, удачи, просветания и всего самого наилучшего. На этом наша программа подошла к концу. Будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok